В администрации городского округа Люберцы прошло расширенное заседание фракции «Единая Россия» и местного политического совета. На встречу подвели итоги работы за первый квартал 2023 года, а также наметили планы на ближайший период. Тему продолжит наш корреспондент. Один из вопросов повестки дня – подведение итогов работы на платформе «Избиратель-депутат». Это ресурс, с помощью которого отслеживается активность каждого народного избранника. За первый квартал этого года фракция местного отделения партии вошла в тройку лидеров по нескольким направлениям. Основная задача, которую мы с вами принимали, она ставится перед всеми депутатами и членами фракции – это мероприятия в рамках СВО. Сюда входят и встречи с всеми мобилизованными, и с военнослужащими, посещение пунктов приема гуманитарной помощи. И непосредственно сама помощь на президиуме наша фракция была в лидерах по данному направлению. Отчеты перед избирателями за 2022 год пройдут с 15 июня по 16 июля. В этот период депутаты будут встречаться с трудовыми коллективами и жителями городского округа. На заседании обсудили ряд организационных вопросов. В частности, предложили разделить работу комиссии, которая занимается социальными вопросами, на два блока. Одна комиссия, которая занимается социальными вопросами дела ветеранов, культура, образования, делам общественных организаций. Это все касается религии, межнациональных отношений и так далее. Одна комиссия. Второй блок комиссии – это комиссия по делам молодежи, здравоохранения и спорт. На встрече также определили дату 28-й конференции местного отделения партии. Она состоится 23 мая в зале картины галереи. На собрании определят делегатов, которые примут участие в региональной конференции «Единой России». Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...